Какие-то еще важные вещи хотел вам рассказать. Например, о том, что происходит после освобождения земель в Украине открываются, конечно, жуткие факты. Ну, понятно там и убийства, и вот эти самые похищения людей, и т.д. и т.п. Это то, что мы уже знали и так по Киевской области, по Буча и Аркеню. А вот новые вещи, это то, что происходит в школах. Я, конечно, очень удивился тому, что первым делом в школах изымают, друзья мои, украинские книги, учебники и художественную литературу. Сейчас я вам покажу. Ну, это для меня это просто, ну, то есть когда говорят абсолютно подло и цинично, что мы ж не трогаем украинскую культуру, мы ж не трогаем украинскую мову, мы просто освобождаем вас от нацистов. Первым делом, что они делают, это полный запрет украинских учебников, украинской художественной литературы. Вот документ, это все осталось там, да, на Харьковщине. Вот, значит, образовывается комиссия, которая сразу изымает учебники, 307 штук, учебники начальных классов, средняя и старшая школа, 536, украинская символика, 37, агитационные материалы, 26, медпособия, дошкольная документация и художественная литература, 62 наименования. Все изымается украинское, все, что на украинском языке. Да, это вот в той самой Балаклее, Яковенская образовательная школа Балаклейского района Харьковской области. И таких найдено огромное количество акт. Более того, захваченные учителя, они там остались эти, из России, естественно. Ну, украинские учителя не хотят учить российской истории и уничтожать свою культуру. Ну, естественно, это же их культура, это их язык, это их литература. Там, Леся Украинка, не знаю, Кропивницкий, да, Тарас Шевченко и так далее. Нет, присылают учителей из России. Присылают учителей из России. И эти российские учителя не успели подрапать. Про них, видимо, забыли. Или они никому уже не нужны, там особо оказались. Вот, и захватили этих учителей. Не знаю, сейчас на кого будут менять. Но еще раз про что это говорит. Про то, что у России это никакая не война с, там, не знаю, милитаристами украинскими или нацистами. Это война с Украиной как страной, самостоятельным языком и культурой. Первым делом уничтожают язык, культуру, художественную литературу. Как фашисты, просто не сжигают на площадях, а просто изымают и где-то прячут, уничтожают. Вот чем опасно вот это поглощение России. Потому что она уничтожит прежде всего белорусскую культуру. Прежде всего будет уничтожен белорусский язык. Приедут российские учителя. Как они приехали, помните, когда БТ в 2020 году попыталась давать какие-то более-менее объективные новости? Приехали тут же российские пропагандисты, которые фактически подменили собой белорусских корреспондентов. Вот это то, что может быть. И вот это самое страшное. Просто уничтожение нации как таковой. И это все остается в документах. Они не могут после этого сказать, что да нет, мы же уважаем украинскую культуру. Как вы можете уважать украинскую культуру, если вы уничтожаете ее немедленно, как пришли? Как? Вы же с нацистами ворот собрались. Причем здесь Тарас Шевченко? Вот понимаете? А дети это могут не понимать. И это то, что происходит, как сейчас говорят, там начался учебный год в Херсоне. Это просто кошмар. Там, опять же, учителей, которые украинские, проукраинские, их отстранили от преподавания. Тоже изъяли все учебники. Изъяли всю художественную литературу. Привезли рашистские вот эти учебники рашистских учителей. И промывают детям мозги. И что это? Вы же даже в Советском Союзе так не уничтожали. Даже, ну там, не знаю, только в 19 веке в Российской империи были такие случаи. А так, даже уже в поздней Российской империи и в Советском Союзе такого отношения к республикам не было. Что же это такое? То есть это вообще до какого уровня дичи надо дойти? Людвиг, учителям пока не выучат украинский язык, из плена не выпускать. Да.